В Ярославль этот молодой человек приехал с опасным багажом. В сумке крупная партия курительных смесей. Товар из Башкирии распасован и готов к реализации. Правда, до сбыта дело так и не дошло. За что задержан? Представляешь? Представляю. За что? Не могу объяснить. Грамотно. В ходе этого обыска наркополицейские изъяли полтора килограмма спайса и 170 граммов синтетического наркотика. Распространением занимались студенты юридического факультета одного из башкирских университетов. Какой цель сюда принять? Заработать, день учить. Каким способом? Ну, как бы закладчиками были. Что закладывали? Спайс, скорость. Скорость, да? Эта группа продавцов далеко не единственная в Ярославской области. В России за три месяца наркополицейские задержали 10 человек, предлагающих опасные смеси. Широкая география распространения этого сомнительного кайфа по всей России объясняется простотой изготовления. Изготавливают спайс на основе любой травы, которая опрыскивают психотропным веществом, попадающим под запрет законодательства. Наркологи утверждают, курительная смесь опасна не только для тех, кто ее употребляет, но и для тех, кто окружает потребителей. Могут возникать и суициды, и попытки броситься под машину, попытки сброситься с высоты, как замозащиту, проявлять агрессию по отношению к другим людям. То есть, в принципе, состояние абсолютно неадекватное. Спайс, как и любой наркотик, губительно влияет на здоровье человека. Под ударом прежде всего нервная и сердечно-сосудистая системы. Кроме того, курительная смесь оказывает влияние на репродуктивную функцию организма. При длительном употреблении бесплодием страдают как женщины, так и мужчины. На проблему продажи спайсов уже обратили внимание в Госдуме. Парламентарии предлагают запретить любой оборот курительных смесей. Йоргий Коучин, Лена Масалова. День в событиях.